И всем привет! Вы на канале FamilyPlayTV. Подпишись скорей на FamilyPlay! И сегодня, ребята, мы будем с вами играть в игру Секретная Средняя Школа 3. История любви Беллы. Ну что, начнём? Первую и вторую часть, я надеюсь, вы уже посмотрели. Если нет, то посмотрите обязательно. Очень интересная история. В прошлых сериях Секретной Средней Школы Белла вернулась в школу после страшной аварии. Она вернулась вампиром, но она вскрыла свой секрет. И вот у них в школе появился новенький парень Зак. Зак тоже что-то вскрывал. Белла должна была узнать этот секрет. Зак пригласил её на Бал Маскарад, на котором к ней подошёл некий Спенсер, тоже её одноклассник, который появился у нас только во второй части. И он хотел с ней помириться. И было непонятно, кто это такой вообще, почему они поругались. Белла расплакалась, убежала. К ней приехал Зак. Зак открыл ей секрет, что он тоже вампир. В итоге Белла и Зак оба вампиры. И он утверждает, что Спенсер, их одноклассник, который пытается помириться с Беллой, является каким-то монстром. Белла ушла к себе, ей нужно было подумать. И вот Зак ей пишет, что... Звонит точнее, что Спенсер является монстром. Он является неким оборотнем. Зак убеждает Беллу в том, что ей не нужно с ним дружить и общаться. И вот Белла плачет. Она грустит. Она не знает, что ей делать, мириться ей с этим Спенсером или нет. И в этой части, ребята, мы должны узнать, кто же этот Спенсер и что у них произошло с Беллой. Почему она так сильно обижена на него. Давайте узнаем эту тайну. Каждый раз мы узнаем какую-то новую тайну. Так интересно. И что, поехали? Опять эти летучие мыши. Я к ним уже начинаю привыкать. Год назад. Год назад был день рождения Спенсера. Белла готовила ему вечеринку-сюрприз. Мы видим, они одноклассники. Сидят за одной партой. Весьма дружны. Давайте разложим им учебники, тетради. Попить. Отлично. У них начинается урок. Давайте уберем под столом. Что тут за ненужные? Бумажки раскидали. Какие-то безобразники. Ребят, я надеюсь, вы хорошо себя ведете в школах. Не безобразничайте. Так, это у нас расписание. Так, расписание. Арт. Это у нас, наверное, изобразительное искусство. Физику мы поставим на среду. Английский язык. В понедельник к четвертым урокам. Фотография какой-то девушки. И фотография Беллы и Спенсера. Отлично. Школьное расписание у нас висит на доске. О, секретное письмо. О, с днем рождения, Спенсер. Спасибо, Белла. Ты придешь сегодня вечером ко мне на праздник. Извини, я должна остаться дома. О-оу. Окей. Что-то не очень он, по-моему, расстроился. Романтика в классе. Итак, нам очередной презент. Как вы думаете, какой я открою чемоданчик? Конечно же, розовый. Фиолетовый камень. Так, продолжаем. Что же там будет дальше? А дальше Белла будет. Или Спенсер. Кто-то что-то будет делать. Сейчас мы узнаем. А, Белла же готовит ему вечеринку сюрприз. И сейчас она ему будет делать именинный торт. И мы должны ей в этом помочь. Давайте поможем. Торты делать. Нет ничего проще. Итак, сейчас мы будем слои один за другим покрывать. Покрывать глазурью фруктовой. Для этого нам ее нужно приготовить, ребята. Итак, вишневый сироп. Дальше нам нужен ежевичный сиропчик. И шоколадный сиропчик. Та еще смесь. Перемешали. Наливаем. Та-дам! Готово. Теперь мы покрыли верхний слой. Давайте. Нижний слой. Следующий, точнее, слой мы покроем ягодками. Вот такими разнообразными. Так. Это у нас киви и малина. Персики. Так. Это, по-моему, сливы. Что-то непонятное. Так. И ягодки. Готово. Вкуснятина. Так. Захотелось тортика. Ребята, какие ваши любимые тортики? Пишите в комментариях. Очень интересно. Кто какие любит торты. Я, например, люблю сметанный тортик. Он такой вкусный. Рок, что много нельзя их есть. Цветочки. Цветочки. Готово. Теперь у нас еще есть цветочками. А вверху мы давайте расставим украшения. О, розы. Great. Отлично. Открыточку. С днем рождения. Happy birthday. И можно какие-нибудь наклеечки сюда ему. Какие ему наклеечки мы этому Спенсеру. 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 Наклеим. От тортиков ему. Тортик ему. Отличная работа. Так. И что-то надо нам еще с нижним слоем сделать. Давайте вот так же его украсим. Сердечко вот сюда. Сюда зигзагим. Кстати, ребята, вы подписаны на наш инстаграм? Если нет, то обязательно подписывайтесь. Ссылка на инстаграм есть в описании нашего канала. Там очень каждый день выходят новые фотографии. Новые анонсы новых видео. Сторис. И многое-многое другое. Мы будем вас ждать. Подписывайтесь обязательно. Итак, открываем зеленый чемоданчик. Нам попался розовый шарик. Не знаю, что это такое. Может, жемчужина какая-то. Так. И мы продолжаем. Белла приготовила торт. Она ведь готовит сюрприз Спенсеру. Так, Белла. Да, нам срочно нужно сделать мейкап и принарядиться. Это ведь сюрприз. Шляпу. Все дело в шляпе. О, ноу. Давайте приведем ее шляпку в порядок. Какая интересная шляпа. Железные круги, цепочки, пелья. Интересно, как она будет смотреться, когда мы ее закончим. Прекрасно. Вау. Ну, круто. Мейкап. Да. Нужно накрасить глаза. Давайте вот такой яркий. Да. Сейчас делаем яркие глазки. Раз такой яркий у нее костюм, так и глаза должны быть яркие. Готово. Угу. Так. Какие-нибудь тут сейчас ей блесточек. Блесточек. То пойму, о, звездочки какие классно. Стразы, я думаю, не нужно. И ресницы. Ресницы попышнее. Вау. Классно. Готово. Готово, готово. Прям мне так нравится, какой у нее сегодня макияж получился. Румяна. Прекрасно. И помада. Мне почему-то кажется, что ей надо вот такую помаду. Давайте попробуем, подойдет она ей или нет. Как вы думаете? Готово. Что-то. По-моему, клево. Ребята, напишите в комментариях, вам понравился макияж Беллы. Или бы вы выбрали другой цвет помады. Если да, то обязательно напишите, какой цвет вам помады на Белле больше понравился. Давайте соберем ей с собой сумочку, помаду, румяна, тени для век. Ручку нам с собой не надо. Ручку оставим для школы. Готово. Белла у нас готова сделать сюрприз Спенсеру. Прийти на его день рождения с тортом. Такая красивая, яркая, веселая. Наверное, будет классный праздник. И мы узнаем, что же произошло у них год назад. Что-то вот у них прям постоянно происходит. То Белла вампир, то Зак вампир. Спенсер появился. И он вообще оборотень. Ну что? Вечеринка начинается. Посмотрим, как пройдет сюрприз для Спенсера от Беллы. Ну, как всегда, у них все раскидано. Опять какие-то безобразники набезобразничали. Так, подмели. Украшения зала. О, вот это класс. Шарики. Можно потом лопать. Я обожаю лопать шарики. Так, хэппи безды. Вот, можно ту Спенсер. Для Спенсера. Сейчас эту светящуюся штучку мы сделаем. И будет смотреться, наверное, здорово. Сейчас мы с вами, ребята, это и узнаем. Готово. Сейчас мы это повесим. И она засветится яркими красками. Ух ты, класс. Так, коврик. Сейчас мы коврик украсим. Давайте зальем его каким цветом? Красный. И теперь его какими-нибудь штучками. Хе-хе, цветочками. Цветочками, цветочками, цветочками. Коврик с цветочками. Супер. Найс. Вэри найс. Много цветочков. Все, хватит. Так, коврик у нас готов. Сейчас еще мы прожектора подключим. Давайте голубым цветом. Прекрасно. Дочеренька готова. Та-дан-та-дан-та-дан. О, Белла пришла. Сейчас она ему сделает. Я готова сделать сюрприз. Большой сюрприз для Спенсера. Сюрприз. Белла, что ты тут делаешь? Я хотела сделать сюрприз для тебя. Что ты тут делаешь с этой девушкой? Это же моя подруга. Ты пригласил меня на день рождения и пришел на свой день рождения с моей лучшей подругой. Вот ты даешь. Я на тебя обиделась. Ну, конечно, это... ужасно. Тогда понятно, почему она так расстроена и почему она его до сих пор не хочет с ним мириться. Конечно. Нормальное кино. Пригласил Беллу. Пошел с другой одноклассницей. Еще и с подругой Беллы. Конечно, ей обидно. Белла, ты здесь? Извини, Зак. Я так расстроена. Так расстроена она. Она погрузилась в свои воспоминания в мыслях о том, все-таки мириться ей со Спенсером или нет. Я все время думаю о том, что произошло Спенсере и Эшли. Ту девушку звали Эшли. И прям, ну, не может она успокоиться. Опять у нее слезы. Все время она плачет. Ну, что плакать-то уже? Не надо плакать. Сейчас мы все вытрем. Тут слезы вытрем. В глаза закапаем. Все будет хорошо. Ну, и ну этого Спенсера, раз он такой подлый. У него еще и на вечеринке грязно было. Прибираться еще пришлось. Да, ну? Вообще не понимаю. Так, ладно, причесались. Сейчас смоем макияж, который, как всегда, размазался. Теперь мы умоемся. Обязательно нужно умыться ей. Обязательно, 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 обязательно. Готово. И все это сейчас смоем. Готово. Она такая несчастная. Лежит опять ночью в телефоне, в темноте. Это же так портит глаза. Зак, я все время думаю о том, что ты мне сказал про себя и про Спенсера. Все нормально. Тебе нужно время. Ты такой милый. Но я не понимаю все-таки, что... Как это вообще возможно? Ты вампир, я вампир. А кто тогда Спенсер? Оборотень? Оборотень? У нас есть оборотни в городе. Ты знаешь Спенсера. Ты, точнее, его знаешь не очень хорошо. Ты вообще ничего не знаешь. Мне нужно много тебе рассказать. О, боже. Что? Какие еще тайны хранит в себе этот город и эта школа? Мне кажется, дальше, а продолжение имеется. Нас будет ждать много интересных тайн. И мы обязательно будем с вами смотреть, снимать, проходить прохождение этой игры. Потому что, не знаю, как вам, но мне очень интересно, что же там дальше. Мы прошли всего три части, но это так затягивает, это так интересно. В общем, ждите следующую часть. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал FamilyPlayTV, подписывайтесь обязательно на наш Инстаграм, следите за обновлениями, за новыми видео. И всем пока-пока!